Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня будем говорить о методике обучения русскому языку детей, для которых он является неродным. Меня зовут Фёдора Валевтина Рюриковна, я методист издательства «Русское слово», ведущий специалист Федерального института родных языков народов Российской Федерации. Конституция Российской Федерации утверждает, что русский язык является государственным языком Российской Федерации. И стандарты, и закон образования Российской Федерации в Российской Федерации говорят нам о возможности образования народных языков из числа языков народов Российской Федерации, возможности изучения государственных языков Республик Российской Федерации, родных языков и числа языков народов России, в том числе русского, как родного. Но сегодня, я повторюсь, мы будем говорить о методике обучения русскому языку, как неродному языку, неродному русскому языку, методика обучения этому языку. И для многих-многих чисто русскоязычных, монорусскоязычных регионов становится сейчас такой актуальной задачей обучения детей и семей мигрантов. Многие российские регионы, образовательные организации нуждаются в этом разговоре. И мы хотим сказать, что по ныне действующему нормативному фундаменту все дети, поступающие в наши школы, должны освоить все предметы на государственном языке по большей степени и в начальной школе, в нашей начальной школе так и остаётся этот закон. Только те школы, в которых в национальных условиях обучение строится на родном, нерусском языке, это могут быть национальные республики, субъекты Российской Федерации, где на законодательном уровне утверждён второй государственный язык, язык того региона. Коллеги, конечно же, огромное количество вопросов вызывает появление ещё отдельного такого контингента детей, которые не владеют русским языком, а на самом деле при освоении и дошкольной части нашей образовательной программы, и программы начального основного общего образования, мы сталкиваемся с учебниками, которые выстроены именно на русском государственном языке Российской Федерации. И эта группа детей, дети из иноэтничных мигрантов, конечно же, требует особого внимания, прежде всего, в подтягивании знаний по русскому языку, как языку, на котором строится всё обучение в начальной школе. Вы здесь видите, отражены мною те проблемы, которые встаёт перед образовательной организацией. Это сложные учебно-воспитательные задачи, задачи по социализации, интеграции детей-билингвах в образовательную среду. И мы понимаем, что социальная значимость, специфика русского языка в школьном обучении определяется именно тем, что он является не только предметом обучения, но и орудием, средством познания учебных дисциплин. И о чём помнят педагоги, родители, прежде всего, должны помнить, это то, что о владении русским языком должно происходить на основе практического изучения лексико-грамматических категорий. Здесь речь идёт о том самом распространённом принципе изучения русского языка как неродного, принципе практической направленности. На данном этапе ещё актуальные такие трудности педагогов – это и организация учебного процесса, когда мы имеем лишь определённое количество детей в классе с русскоязычным контингентом, детей, для которых русский является неродной, значит, мы организовываем по принципу малокомплектных классов или выводим на подготовительный этап до школы, или если дети поступили у нас в середине учебного года, в втором, третьем, четвёртом классах и в седьмом классе вот такой ребёнок может появиться, конечно же, трудности с организацией учебного процесса они на виду. И, к сожалению, всё ещё недостаточно методической литературы по вопросам обучения детей-белингов, хотя за последние 20-30 лет огромное количество усилий, огромные усилия приложены педагогами, учёными, психологами из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, ведущих московских вузов. У педагогов специалистов очень много работают в этом направлении, но в то же время нужно сказать, что этой литературы недостаточно. И у педагогов возникают трудности в коммуникации с родителями из-за языкового, социокультурного барьера. Так получается, что некоторые родители сами не владеют русским языком в достаточной степени, чтобы объясниться с педагогами и говорить, общение строить именно по всем актуальным вопросам воспитания, обучения их детей. Тем самым ещё и мы хотим отразить, что всё это влечёт трудности именно вовлечения родителей в жизнь класса и школы. Единые требования школы и семьи должны быть выстроены на основе сотрудничества именно родительской общественности и педагогической общественности. Вот эти трудности тоже на виду. И отсутствие помощи и поддержки со стороны родителей тоже это проблема. А у самих детей, поступающих в русскоязычную школу, в российскую школу, появляются трудности при освоении прежде всего русского языка и, конечно же, отставание в развитии словарного запроса, упрощение речевых конструкций и, как следствие, базы, в отсутствии базы или освоение базы для освоения других языков, трудности артикуляционного характера, трудности понимания русской речи и осмысленного чтения, неправильное использование грамматических конструкций, трудности включения в вину и культурную среду, адаптации, межличностного общения и личностные трудности в виде эмоциональных переживаний, заниженной самооценки, стеснительности. Вот это взгляд со стороны обучающихся, какие трудности встают у детей перед детьми. И мы хотим предложить уже перейти на менее такой обзор ресурсов, которые предлагает издательство «Русское слово», ну и, конечно же, совместно с авторскими коллективами попробуем раскрыть методику обучения русскому как неродному. Вы здесь видите обложки тех пособий, учебных пособий, которые очень важны на начальном этапе обучения русскому языку. Вы здесь видите от звука к букве, от буквы к слову, от слова к тексту, текст и грамматика. Самые-самые первые шаги в построении всей работы обучения русскому языку как неродному. Особая роль грамматики в курсе изучения любого иностранного языка, в том числе русского, как и иностранного, как и неродного, состоит в том, что грамматика является именно той необходимой базой, без которой невозможно полноценное использование языка, употребление его как средство общения. Вот носители русского языка имеют уже встроенное в сознание носителя грамматику. И та самая грамматика осознается только при рефлексии, когда возникает вопрос, как правильно сказать. При обучении русскому как иностранному, как неродному перед педагогом стоит сверхзадача ввести систему форм и правила употребления изучаемого языка на уровень автоматического употребления, то есть в область бессознательного. Ну, говоря о грамматике, мы понимаем, что это, прежде всего, формальная система, которая состоит из морфологии, синтаксиса и словообразования. Но только знание грамматики недостаточно для осуществления коммуникации. Не владея фонетикой, не владея лексикой, человек не может реализовать в речи свои знания грамматики. Не владея видами речевой деятельности, их всего четыре, мы с вами знаем, чтение, аудирование, говорение, чтение, письмо, человек не может воспользоваться языком как средством общения. Варианты использования того пособия, что вы сейчас видели, говорю и пишу по-русски, это, прежде всего, как ресурс для подготовительного курса, для обучения в русскоязычной школе. Это был бы для образовательной организации идеальным вариантом, когда был подготовительный курс для детей до поступления в школу, до поступления в начальную школу образовательной организации. До первого класса минимальная работа проделана с этими детьми по подготовке, по выравниванию вот разных стартовых условий, возможностей детей, поступающих в конкретную школу. Или, если ребенок поступил во втором, в третьем середине уровня начального, основного, среднего и общее образование, то этот ресурс может использоваться во вспомогательной, корректирующей работе в начальной и основной школе. Ну, мы сегодня не будем касаться иностранных школ, где этим ресурсом можно обучать русскоязычных детей. Давайте полистаем этот самый ресурс. Авторов вы здесь видите. Наталья Викторовна Паснова, Эльвира Владимировна Пядишева, Анна Александровна Осипова, Елена Витальевна Стрекольщикова. Первая часть. От звука к букве. Из четырех частей состоит вот этот весь УМК «Говорю и пишу по-русски». Вы видите здесь, в первой части отдельно есть разработанные, распечатанные методические рекомендации к учебному пособию. Задача первого курса, первого этапа, первоначальных таких шагов наших действий – это прежде всего знакомство со звуковым строем русского языка, обучение и развлечение звуков русской речи. Ну и здесь сопоставление, сравнение звуков родной речи, русской речи. Вот это все возможно. И задача стоит перед нами – обучение правильному произношению звуков русской речи. Нам в помощь авторы предлагают широкий круг, широкий такой спектр и рисунков, и иллюстрации, и разных схем, и последовательности действия в виде плана. Все это вы сейчас сможете и увидеть. Здесь первоначальный период обучения грамоте, конечно же, состоит из таких действий, как мы анализируем звучащую речь. Вычленяем необходимый звук, который будем характеризовать, потом уже соотнесем с письменной, графической формой этого звука. Коллеги, вы здесь видите вот все-все те страницы, которые очень, может быть, схожи с добукварным и потом букварным устным курсом русского языка в обычной системе, в обычной методике обучения русскому языку. Но здесь больше мы видим и наглядности, и большей сосредоточенности на том выборе тех слов, тех предметов, объектов, названия которых мы будем выискивать необходимый звук, как анализировать и потом выйти на графическое отображение, затем читаем буквы, слоги, слова, предложения. Вот по той же схеме, давно нам известной, схеме действий, раскрывающей аналитико-синтетический метод обучения чтения. Авторы дают нам и редукцию здесь гласных, но этим я, как методист с давним опытом, с большим опытом работы именно в обучении русскому языку как неродному, хочу сказать, вот здесь графическое отображение звуков в слабой позиции, гласных звуков в слабой позиции, не всегда потом правильно отражается в нашей письменной речи. Я фотографирую вот с клоосам, то, что мы видим в правом верхнем углу, стакан с клоосам, и ребенок будет в какой-то степени фотографировать это и уже отражать в письменной речи. Коллеги, если дальше листать первую часть от звука к букве, мы те же самые видим, многочисленное обращение к наглядности, к издаваемым звукам животными, звуки разных технических средств. Вот здесь мы видим изображение ситуации на церковой арене. И чтение, чтение, прослушивание, затем чтение, проговаривание, правильное проговаривание. Здесь отдельными условными значками отображается в самом пособии. Говоря сейчас о необходимости именно работы по расширению, по формированию, расширению лексики, мы говорим о словарной работе, когда мы, не владея тем языком, основным родным языком тех детей, которые пришли в нашу русскоязычную школу, мы опираемся на наглядность. Это всё понятно. И потом приводим ещё синтаксическое разъяснение, подбор синонимов. Разные-разные будут у нас лексическое, вот такое богатое действие будет по выявлению слова, общего названия слов, которые обозначают одежду. Одежду, объединение растения, что представляют собой цветы. Цветы, давайте расшифруем, какие мы цветы знаем. Здесь золотые шары, розы, тюльпаны, пионов, локса, астры. Как они выглядят? Как они выглядят? И сразу же говорим, если одна роза, то если их две, то мы говорим розы. Две и больше, то уже говорим розы. Мы с вами выходим на множественное число. Конечно же, грамматика является именно той необходимой базой, без которой невозможно полноценное использование языка, употребление его как средство общения. Здесь детей выводим мы на минимальном наборе слов, на минимальной первоначальной вообще группе грамматических явлений. Мы выводим на развитие тех компетенций, которые необходимо нам развивать. Это три компетенции, три группы компетенций. Языковая компетенция – это лингвистическое знание, морфология, синтез, словообразование, речевая, навыки, умение правильно строить речь по грамматическим моделям и коммуникативное, умение общаться в разнообразных ситуациях. Мы не имеем в обучении, в методике обучения русскому языку, как иностранному, как неродному, мы не имеем отдельного раздела грамматики в наших пособиях учебниках. Вы это увидите. Всё-таки мы прежде всего на ситуативных моментах выстраиваем те модели, которые нам необходимо добиться. Так как мы понимаем, что носители родного языка уже языковую компетенцию имеют. Они выросли в языковой и культурной среде. Им необходимо только систематизировать свои знания, свои основные морфологические, синтезические, словообразовательные правила, научиться правильно читать и писать. В процессе обучения детей языков-носителей, если учитель только включает языковые рефлексы своих учеников, то совершенно другая работа, конечно же, будет при работе с детьми-мигрантами. И то же самое касается и формирования речевой компетенции. Носители языка уже свободно владеют, могут строить речь по правилам грамматики, а для детей и ленофонов это представляет серьёзную сложность. И коммуникативный аспект развития компетенции не представляет особых трудностей для носителя языка. И мы сейчас, когда мы говорим о том, что при расширении лексики, при формировании лексики, при словарной работе на уроках русского как неродного, мы, конечно же, на этом же самом материале даем ещё минимальные грамматические формы, на грамматический материал такие выходим. Если взять, скажем, такое ощущение, как же мы работаем, вот передать, если как же мы работаем над раскрытием русского системы, второго языка, русского языка для ребёнка, то вспоминаем тех детей, которых мы с рождения учим родному языку. Мамы, мать, родители используют минимальное количество таких незнакомых, сложных слов, это понятно. Больше стараются те действия, что происходит вокруг, на детском доступном языке описывать словами для запоминания наиболее удобными. И точно так же при работе с детьми, не владеющими русским языком, мы будем обращаться постоянно к повторам, многочисленному обращению к этому изученному слову. И тот же самый наглядный метод будет нам помогать. Мы здесь будем помнить о том, что обязательными для усвоения всеми учащимися будут являться определённые грамматические темы, и над этими будем работать. Вот здесь на слайде я пыталась выбрать те моменты, когда необходимо обращаться нам к той самой наглядности при работе над русским языком как неродным, когда объединяющие слова, здесь абстрактные такие термины, угокот, хохот, авторы действительно совместно с художниками подобрали тот инициативный ряд, который наиболее может быть доступен для того, чтобы через изображение достучаться до детей, для которых русский является неродным. Здесь амофона, амографы и так далее. И здесь вот пилы, пили, они пили молоко. Многозначные слова, слова-синонимы, слова-амонимы. Очень много обращений уже с первого этапа на начальном же этаже этапе потихонечку начинается работа над этими явлениями. Посмотрите, пожалуйста, здесь обращение к предлогам, приставкам. Пристальное внимание авторы обращают на это внимание, так как действительно, если в русском языке, в коллективном языке активна у нас часть нашей действительно работы, даже мы не замечаем, какую функцию выполняет и предлоги, и приставки, то во многих языках вместо приставок, в аглютизативных языках вместо приставок у нас эту функцию выполняют после логи, и потому здесь сравнение того строения слов, построение слов, словообразования обязательно у нас должно быть. Стас наливает молоко, Стас выливает воду, полей, малина, полью, налей, лимонад, налью. Вот это все через наглядность и многочисленный повтор этих самых форм и происходит наше общение. Особенности звукоподражания тоже я привела здесь. Утка крякает, какие звуки издает именно в русском языке, носитель русского языка, что скажет про утку. Утка крякает, может быть, носитель другого языка вспомнит, ну, конечно же, на родном языке, как мы бы сказали, как это звучит, свинья хрюкает. Хрю-хрю-хрю слышится русскому человеку, русскому языку. Скажем, носитель казахского языка, носитель казахской культуры, это совершенно другой звук издает свинья. И, естественно, глагол от этого звука, от звукоподражательного слова, конечно же, будет совершенно другой. Коллеги, очень важно работать над ударением русского языка. Работа над словесным ударением будет начинаться с самых первых дней обучения русскому языку как неродному и продолжаться до завершения даже обучения в образовательной организации. С чем это связано? Это, конечно же, смыслообразующую роль играет ударение в русском языке, это первое. И второе, во многих языках мы не видим такого подвижного ударения. И если сказать, скажем, тюркский язык и тот же самый татарский язык, хоть и здесь не столько из семи мигрантов, а из компактного проживания населения, скажем, в Татарстане или в каких других регионах, в татарском языке ударение падает на последний слог в большей части, в больших случаях, только определенные какие-то моменты есть, когда подвижность проявляется. Или в чужой языке их три закона ударения. Ну вот французский язык обязательно на последний слог ударение падает. В русском языке ударение свободолюбивое и подвижный характер имеет. Вот прекрасный такой прием, когда схема ударения слов в словах отражается наверху и подбор тех слов, которые должны прочитываться с учетом этой схемы. Ящик, вещи, клещи, щетка, щука, пища, школа, шуба, площадь и затем второй блок рядышком справа. Щенок в плаще, большой, щека, щавель. И вот постоянно должна работать рубрика на всех занятиях «Говори правильно», говори правильно, говори по-русски. Ну вот по отношению именно к ударению вот такие формы работ, такие приемы работ предлагает авторский коллектив. И, соответственно, вы здесь видите еще изменения в подвижных формах тоже влечет за собой подвижность ударения. Дом, дома, тома, тома, здесь сравнение, какие слова, что они обозначают, в каких предложениях используются, в каких ситуациях. Коллеги, очень важно, я уж повторюсь, для усвоения всеми учащимся предлагаются авторами методики обучения русскому как неродному именно следующие грамматические темы. Категория рода и одушевленности, неодушевленности. Коллеги, мы понимаем, что категории рода во многих языках отсутствуют. И, соответственно, сложности будут в использовании речи, в сочетании согласованности прилагательных с существительными и так далее. И мы с вами здесь видим такое постоянное присутствие на всех занятиях именно работы слов наших помощников «он», «она», «оно». И это относится и к именам существительным, к именам прилагательным, которые действительно будут потом уже использоваться существительными и в правильном формате согласования по роду. Человек будет преследовать или правильное согласование по роду должно каждый раз быть в понимании у неносителя русского языка. Это важно, это нужно, так как категории рода во многих языках нет. Предложена поддержанная система разная у разных языков, и потому здесь, конечно же, эта тема, грамматическая тема должна быть освоена детьми. Согласование существительным с прилагательным, я уже сказала, что это категория рода, категория рода определением одним не раскрывается, и потому появление нового слова при работе над лексикой русского языка обязательно сопровождается теми самыми действиями, которые помогут нам определить, какого рода и как это всё меняется в соответствии с использованием речи. Появляется слово «облако», и мы с вами говорим «оно», «твоё», «моё», «своё», «его», «её», «облако» среднего рода. Так, и так далее. Появление любого слова связано, конечно же, с отнесением этих слов-помощников. Теперь виды. Здесь я уже выхожу на категорию такой понятия, как интенсионные конструкции русского языка. Авторы настаивают на том, что минимальное количество интенсионных конструкций русского языка должны быть освоены на первоначальном этапе. Прежде всего, это пять интенсионных конструкций русского языка. Дети не будут слышать, знать и говорить об этом. Это только в методических рекомендациях для педагогов, работающих с такими детьми, раскрывается, что собой представляют первые интенсионные конструкции. Вторая. Дети видят только нумерацию этих самых конструкций. И учатся, как произносить, какой интонации, понижение, повышение голосовых каких-то усилий. Мы с вами произносим то или иное предложение. Первая интенсионная конструкция. Я еду. Это повествовательное, утвердительное предложение, которое произносится в определенной интонации. Я еду. Я еду в сад. Я еду из дома в сад. Это дом. Баба, Тома, дома. Вторая интенсионная конструкция нами используется, когда мы произносим вопросительные предложения и обращения. Куда идут иные таксы? Куда идут Игнат и Док? К дому, к мосту, к автобусу. Мама. Это обращение. Мама. Это бутон. Мама. Когда мы произносим, уже видим, читаем здесь, что двоечка стоит над словом «мама». Сама подсказка уже видна детям, и мы потом уже строим в соответствии с этими указаниями свои предложения по интонациям. Третья интенсионная конструкция используется, когда мы уточняем какие-то моменты. И вопросительное предложение без вопросительного слова строим. Кому ты помогаешь? Я помогаю Антону. А как ты ему помогаешь? Вторая конструкция. Угадай. Ты моешь посуду? Это уточнение. И всё у нас. Вот видим мы с вами без вопросительного предложения. Без вопросительного слова предложение строится. Ты моешь посуду? Здесь третья конструкция. Затем уточнение такого плана. У Антоши шишка, машинка и пушка. Пушка, конечно, вот здесь строится у нас соответствующее понижение. Четвертая интенсионная конструкция используется в неполных вопросительных предложениях с сопоставительным союзом «а». И когда мы уточняем какой-то момент. Я живу с мамой, с папой и бабушкой. А ты? Авторы рисуют эту схему интенсионную конструкцию. И предлагают множество предложений. Множество предложений из текста. Меня зовут Мить. От тебя? Затем. Вот мои пейзажи. Пейзажи осенний, весенний и зимний. Здесь даже позволительные про третий и четвертый говорите интенсионной конструкции. На словах осенний, весенний, потом зимний. И теперь пятая интенсионная конструкция используется, когда мы хотим эмоционально, экспрессивно выразить свое отношение к чему-либо. Какая каша вкусная, какая уха вкусная, какая погода. И мы здесь видим вот пять интенсионных конструкций, над которыми предлагают работать. Именно на начальном этапе знакомства с русским языком авторский коллектив вот такую схему предлагает. Конечно же, при изучении русского языка на первоначальном этапе обязательно мы с вами будем помнить и работать над мелкой моторикой пальцев, над графическим изображением наших самых читаемых текстов. Вначале звуки, как отображаются на письме, слова, слоги, слова, предложения, сочетания слов. И освоение рукописной русской графики, как мы знаем, любой графики, конечно же, это прежде всего развитие всех когнитивных возможностей, когнитивных функций наших детей. И об этом мы с вами помним. Нейрофизиологи пишут об этом. Огромное количество таких изданий уже есть. Нужно только посмотреть и обратиться. И следующий момент. Когда мы говорим о том, как правильно, как важно работать над фонетикой и лексикой, обязательно же мы обращаем внимание на такой аспект, как четкость и правильность речи. Авторы включают множество скороговорок, на которых строится работа по формированию четкой и правильной речи. Скороговорки. Скороговорки данные здесь в сопровождении иллюстрации, иллюстративного ряда. Это нам в помощь. И это позволяет потом еще строить дополнительные какие-то действия, строить разговоры, выстроить общение с детьми. Так как в любом случае, как бы мы сейчас не говорили о самых правильных первых шагах при обучении русскому языку, как неродному, мы с вами должны помнить постоянно, дети придут разные. У кого-то первоначальный запас слов, это 300 слов вроде бытовых, известных им таких слов, для бытового использования, использования быту. Но этого недостаточно для того, чтобы войти в программу обучения всем предметам начальной школы на русском языке. Конечно же, хотя родители зачастую пишут, а мой ребенок знает русский. Но вот те 300-400 слов даже, чем владеет ребенок, еще не дает нам говорить о том, что ребенок будет учиться по всем предметам на все 100% с правильным пониманием всего того, что преподносится на уроках. Коллеги, дальше, если мы будем говорить о том, чему учим мы на первоначальном этапе, вот авторы пособия, говорю, пишу по-русски от звука к букве, настаивают на том, и правильно мы все ученые-методисты соглашаются, и мы поддерживаем вот это. Прежде всего нам нужно выйти с детьми на произведения русских писателей, поэтов, российских авторов, которые отражают те самые ценности, одобряемые, принимаемые именно российским народом, русским народом. Что по духу русскому человеку, что ценится в нашем обществе. Конечно, сейчас мы все будем говорить о важности социализации детей из семей мигрантов, из иноязычных семей, важности включения именно в русскую культуру, русскую действительность. И мы поэтому обращаемся к тем самым известным и стихам, и произведениям прозаического плана, и те же самые песням из разных мультфильмов, которые дети с удовольствием посмотрят, и дома еще могут обсудить, просмотреть те самые мультфильмы. Теперь говорим о методических рекомендациях к учебным пособиям «От звука к букве». Даже если среди слушателей есть люди, в чьих классах пока нет детей, не владеющих русским языком, как родным, все владеют, и все, пока все, вот полный коллектив детей из русскоязычных семей, но я все равно попрошу всех сейчас обратить ваше внимание на это пособие. Посмотрите по содержанию. В этом пособии авторы, которые являются логопедами, психологами, логопедами, действующими, практикующими, включают в это пособие такие разделы, как особенности фонетической системы русского языка, постановка звукопроизношения, правила произношения гласных, согласных звуков, основные способы постановки произношения звуков, сразу же сейчас каждый представит, сколько среди наших детей, поступающих в школу, детей, нуждающихся в помощи логопедов, имеющих логопедические проблемы. И вот это пособие, методическая рекомендация позволит нам выстроить всю работу над произношением дирных звуков. Ну, конечно же, первоначальная задача – это произношение русских звуков детьми, для которых русский является неродным, но в то же время книга будет полезна тем, у кого впереди долгая и упорная работа над постановкой произношения звуков с детьми с логопедическими проблемами. Ну, вот посмотрите, подтверждение тому, постановка звукопроизношения, гласные звуки русского языка, классификация, постановка произношения гласных звуков. Здесь даны такие практические материалы, как упражнения, как называются упражнения, последовательность выполнения этих упражнений с гласными звуками, какие ошибки, из-за чего бывают и коррекция, какая должна быть по произношению гласных звуков. Следующий слайд показывает уже систему работы с согласными звуками. Посмотрите, само содержание включает и классификацию согласных звуков, и постановка произношения твердых и мягких согласных звуков, глухих и звонких согласных звуков. Во многих языках отсутствуют глухие согласные звуки. Или, наоборот, такое тоже бывает, что, наоборот, звонких согласных звуков во многих языках может и не быть. Или слишком много глухих согласных звуков, которые по-другому произносятся. И вот этот раздел «Согласные звуки» позволит нам видеть ошибки в речи детей, произношении детей, и корректировать систему упражнений, систему действий по коррекции произношения твердых, мягких согласных звуков, глухих и звонких согласных звуков. Вот эта вся работа описана в методических рекомендациях. Ну и в последующем уже после того, как прошли курс первоначально очень важный и методически последовательно четко прописанный вот такой курс под названием «От звука к букве», потом уже можно выйти, нужно выйти на части от буквы к слову, от слова к тексту, от текст и грамматика. Здесь уже другой авторский коллектив, это Кокорина Костырева-Савченко, со своими методическими рекомендациями к учебным пособиям, к трем пособиям уже тоже поделились в учебном соответствующем пособии, соответствующей книге. Если взять федеральный перечень учебников, которые содержат учебники для использования в образовательных организациях, то мы видим в этом федеральном перечне учебников в первом приложении «УМК по русскому языку для школ». Название такое, конечно, с разными русскими языками обучениями, но на самом деле, простите, на самом деле этот «УМК по русскому языку» очень-очень подходит и рассчитан на работу с детьми, не носителями русского языка, как родной. Вот термин «школа с родным нерусским языком обучения» пусть нас не беспокоит и не тревожит, потому что само содержание, «Е» само содержание очень четко, методически, грамотно выстраивает именно речевой фундамент сопоставления с их родным языком. Смотрите, пожалуйста, сейчас мы с вами увидим авторы Хамрави, Резет Александровна, Лола Маджитовна, Саматова, всю профессиональную свою деятельность выстроили именно в сфере обучения русскому языку как неродному. Учебник созданных с учетом стандарта начального общего образования, концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации. Основная цель данного комплекта – это комплексное развитие речи, учащихся обучении грамматики русского языка. Содержание курса направлено на формирование коммуникативно-речевых навыков в расширении лексики. Для каждого класса разработаны по два учебника. Учебник из двух частей состоит для каждого класса. Для первого класса две части, для второго, для третьего, для четвертого. И мы здесь видим в самой структуре учебников, уже учебников, и предвосхищение, чем мы будем заниматься при прохождении того или иного раздела. Такой мотивирующий момент, имя предлагательное. При изучении имени предлагательного мы узнаем, что мы узнаем и чем мы научимся. Обращение к ребенку имеется. Содержание, все те части речи, что проходит. И обычный наш ученик с владением русского языка. С владением русским языком. И единственное отличие в подаче всего материала, орфографический, орфоэфический словарь, и есть. Мы анализируем устную письменную речь в первом классе. Это ведь могут оказаться дети, которые первые те пособия не прошли в своем обучении. Просто взяли мы первый класс, и в первом классе встречаются и имеются дети из семьи мигрантов. Мы, конечно же, с ними по-другому строим всю работу. Анализируем письменную устную речь. Расширяем лексику. Категории рода имен существительных. Категории, конечно же, как мы до этого и говорили здесь, рода имен существительных, падежи, падежная система русского языка, виды глаголов, формирование коммуникативных навыков без этого невозможно. Ну и в первом же классе начинается сравнение разных видов искусств. Можно сразу же обратить ваше внимание на то, как строится часть учебников. Вот первая часть, вторая часть. Если где-то мы видим, по частям речи выстраивается вся содержательная часть, содержательный блок, в одной из двух частей учебников видим мы такую формулировку тем уроков. Как правильно произносить шипящие звуки? Как спросить и ответить на вопросы, откуда и куда? Как рассказать о том, что вы делали и сделали совершенно несовершенный вид глагола? Это для ребёнка определённая сложность, представляющая момент. Потому что во многих языках совершенно несовершенный вид глагола отражается через функции. Это выполняется инфинитивами, депричастными, причастными оборотами и так далее. И потому это заслуживает отдельного нашего внимания. Как правильно написать слова с приставками, предлогами? Мы об этом уже говорили, что в аффлексивных языках это есть. А многие переезжающие в наши сейчас русскоязычные регионы всё-таки имеют агглютинативную форму языка, агглютинативный тип языка и выполняют эти функции, переставок и предлогов именно после логии и так далее. И аффиксы. Как правильно произносить звуки? Как рассказать о народах России? Глаголы движения представляют свою особую такую сложность, так как неносители русского языка слабо различают сразу же при вхождении в русскоязычное пространство. Ехать на чём-то, идти пешком, лететь. Это может быть в разных языках обозначено одним словом, основой может являться одна основа. И потому глаголы движения или хаотичное движение, движение в одном направлении. Вот это всё тоже в родных языках совершенно по-другому и описывается. Виды глагола, я уже сказала, возвратных местоимений в некоторых языках нет. И потому сопоставление в родном языке вроде мы вполне говорим вот так, а в русском языке возвратные местоимения существуют. И с ними знакомим. В третьем классе обращение, уже активно я хочу показать вам обращение к проектам, заданиям, к проектам. Как создаём книгу своими руками, составляем комикс по сказке. Не стоимение себя, я до этого говорил. И я хочу сказать, постоянное обращение к культурам других народов, населяющих русский мир. Коллеги, вот по отношению к первому ресурсу, то, что я говорил, говорю и пишу по-русски, там жёсткое такое направление для детей-мигрантов, для детей, которые окружение русского ни на каком этапе своей жизни, своего формирования личности не видели, не встречались. А здесь русский язык Амраевы и Саматовой говорит нам о том, что эти учебники могут использоваться как в национальных республиках, в национальных субъектах, в местах компактного проживания нерусскоязычного населения. Это может быть и в Сибири, даже и в национальных республиках, когда много городов, сёл, или, может быть, районов с населением татарским, населением с мордовским и так далее. Мы с вами имеем такую многофункциональную систему, многофункциональный комплект, учебно-методический комплект, для использования и с детьми-мигрантами, и с детьми с русским неразным языком воспитания в семье. В четвёртом классе уже мы полноценно говорим обо всех разделах языкознания. Здесь привожу я примеры, что и синтаксис, и морфология, и словообразование, всё до конца четвёртого класса, чему мы должны научиться с детьми, носителями русского языка, всё это мы проходим и с детьми, не владеющими на первоначальном этапе русским языком. Понятика, состав слова, лексика, морфология, синтаксис, всё это проходит. Методическое пособие для каждого класса разработано, и вы авторов видите разные здесь, Хамра, Велиза, Александра, Назамая, и ещё Елена Владимировна Павлова. Здесь мы видим, в методических пособиях содержится и рабочая программа по курсу русский язык со всеми необходимыми компонентами рабочей программы, авторской рабочей программы. Мы понимаем, что всё это должно быть, конечно же, в сроком соответствия с требованиями стандартов по составлению рабочих программ. Это методисты выдерживают. Теперь, что касается вопроса написания всероссийских проверочных работ детьми, не владеющими русским языком, на этапе вхождения в школьную жизнь. Я хочу сказать, учебник Хамраева Елизавета Александровна и Саматова Илова Маджидовна позволяет по всем группам предметных результатов, я сейчас буду листать слайды, достичь всех результатов, но другим путём, другими методическими шагами. Когда стоит учебная задача на урок, как рассказать о своём крае, и здесь ещё есть материал за главной буквы, мы с вами видим, что всё через реализацию, практическую реализацию и практическую направленность построения, обучения русскому языку. Мы замечаем. Ну вот первая группа предметных результатов это первоначальное представление о многообразии языков и культурных территорий Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-расных ценностей народа. Вы видите здесь страницы, которые говорят нам о том, что весь этот содержательный блок имеется в учебниках Амраевы и Саматовой. Как рассказать о народах России? Дан примерный текст, пример, опираясь на который, дети будут выстраивать уже рассказ о своём родном крае и о народах России, которые проживают на этой территории. Второстепенные члены предложения, вроде бы у нас тема, но мы читаем текст о Савантуе. Перескажи этот текст. Работа по аудированию. Здесь нужно было мне сказать, конечно, что учебники содержат QR-коды, которые выводят на прослушивание тех самых текстов. прочитанные тексты с правильным ударением, исполнение ведущих таких мастеров слова, понимание роли языка как основного средства языка. Третья группа предметных результатов – осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека. Коллеги, здесь мы, конечно же, в течение всех четырёх лет обучения, что в этом УМК предусмотрено, видим, как авторы следят за тем, что в рубрике, что правильно говорил, писал ребёнок. Учимся говорить правильно. Постоянно действующая рубрика во всех классах. Теперь постоянное напоминание, как изменяются колеси начислительные. Вы видите здесь «Запомни». Знаешь ли, это другие необыкновенные числа. Объясни, почему они необыкновенные. Четвёртая группа предметных результатов говорит нам о необходимости развития всех четырёх видов деятельности. Это аудирование, говорение, чтение письмо. Здесь я привела примеры, что и слушаем, и говорим, и отвечаем на вопросы. На вопросы те, что встречаются. Здесь, ведь само содержание всех учебников, что встречается в каждом классе, в одной из частей, обязательно обращение к этим речевым задачам, учебным задачам, коммуникативным задачам. Как рассказать о своих друзьях, как рассказать о своих интересах, как извиниться за своё поведение и постоянное обращение к родным языкам. вспомни и расскажи стихотворение о маме на своём родном языке. Мы постоянно обращаемся к воспитательному потенциалу текстов, пословиц, поговорок, каких-то ситуаций, активных ситуаций, которые мы обсуждаем. Составляем устный рассказ по картинкам, составляем схему, составляем диалоги по необходимой теме, по названной теме. Ну вот здесь я показываю чтение, как предметный результат по русскому языку. Как рассказать о доме и школе. Прочитай текст, перескажи его. Какие-то глаголы, которые нужно выполнять последовательно. Вначале первый шаг мы читаем, второй шаг пересказываем. Схема выполнения или последовательность выполнения тех или иных упражнений тоже даётся. Вот здесь вначале читаем, потом пересказываем. До ума и до четвёртого класса все учебники оснащены ударением над каждым словом. Конечно, чисто методически правильно будет до конца четвёртого класса, все четыре класса. Если используются эти учебники в пятом и шестом классах с детьми-мигрантами, это никакое не нарушение установленных каким-то законом и правил. На самом деле мы с вами выравниваем возможности или готовим детей к освоению предметных областей на любом уровне общего образования. Письмо. Читаем, говорим, слушаем, говорим, читаем, пишем. Напиши правильно, что это – он, она или оно. Поле – оно, морковь – она. Напиши вместо пропусков слова «мой», «моя», «моё». Вот если первоначальное научное представление о системе русского языка, то четвёртый класс позволяет нам, даже содержание четвёртого класса я сейчас привожу, позволяет нам судить о том, что все разделы языкознания детьми пройдены. И норма современного русского литературного языка, речевого этикета под пристальным вниманием самого педагога. И с начала до конца, с первого класса по четвёртый, авторы следуют этому. Какой первый звук ты слышишь в словах? Голосные звуки произносятся как? Затем имена прилагательно согласуются с именами существительными, вроде, в числе, в падеже, об этом напоминание постоянное. Коллега, где можно полистать и где можно посмотреть эти учебники? На сайте издательства «Русское слово» на самой первой странице мы увидим активные кнопки «Начальная школа» и «Электронные ресурсы». Методическое сопровождение постоянно идёт через вебинары, семинары, что проводится в регионах, в ближайших регионах Москва, Московской области регулярно. Коллеги, электронная форма учебников скачивается, используется бесплатно в течение двух недель. За эти две недели можно принять какое-то решение о дальнейшем сотрудничестве. В любом случае электронная форма учебников в два-три раза дешевле, чем бумажный носитель. И для использования в работе с детьми-мигрантами, с детьми-неносителями русского языка, родного русского языка, можно и нужно использовать вот этот вариант, более бюджетный вариант, достижения тех ресурсов, использования тех ресурсов. В интернет-магазине заходим, и мы, выбирая уровень образования, предметный область, класс, группу, можем выйти на тот или иной класс, на тот или иной уровень. И когда мы видим в разделе «Начальная школа» русский, как неродной язык, можем через эту аксидную кнопку выйти на тот материал, который бесплатно скачивает, скажем, программу, учителю, ученику, презентацию увидим. И давайте мы с вами договоримся, что за полную стоимость, наверное, мы не будем покупать эти учебники, а воспользуемся теми возможностями, акционными возможностями, которые позволят нам сэкономить нашу денежку. 23 числа каждого месяца в течение всего 23 года действует акция «Урожай». И 23% скидки на все издания каталога, простите, здесь. Формула воспитания. Есть такой пакет на предложение со скидкой 25%, но нас интересует именно предмет русский, как неродной. Здесь, конечно, воспользоваться урожаем самое-самое правильное решение будет. Но и если 24 число далеко, и сегодня, завтра нам нужно заказать, в любой день, недели, месяца, года действует скидка 15% по промокоду школы. Но если мы сядем за заказ в ночное время, «Добрые ночи» нам дают еще плюс 3%, и 18% скидки будут на всю продукцию в любой день, в любую неделю, в любой месяц. Я всех приглашаю на сайт издательства «Русское слово». Читайте, листайте, скачивайте электронной формой, воспользуйтесь. Если вопросы есть, то я готова ответить. Коллеги, спасибо за отклик. Если нет вопросов, то с вами я прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok